В Нижегородском цирке готовится к летней премьере. Сегодня на манеже репетиции шоу потомственного дрессировщика Андрея Дементьева Корнилина Индира. На 12 фурах был доставлен столицу Приволжья реквизит, костюмы и 85 животных разных видов. И все это совсем скоро смогут увидеть зрители. Одной из первых стала Ксения Гладкова. Сегодня первая репетиция на манеже с музыкой и светом. Несмотря на то, что лошади были первыми животными, появившимися в цирке, и их дрессура до сих пор считается одной из самых сложных. Классическая дрессура лошадей. С этого, собственно, начинался цирк. Поэтому круглый манеж – частичка классического цирка. Артисты отрабатывают финальную часть номера. Лошадь никак не хочет уходить с манежа. Сначала действительно веришь, что животное заупрямилось. И только потом понимаешь, что это профессионально сыгранная часть сценария. Это один из самых зрелищных номеров представления. На манеже – хищники, пумы. Их дрессируют Наталья и Дмитрий Кузнецовы. Дмитрий признается, за много лет работы с животными уже научился понимать их язык. Этому хищнику всего года и выступление для него – своего рода игра. Мы стараемся исходить из того, чтобы все трюки, которые мы исполняем животными, не были навязаны им насильно. То есть они все рождаются в качестве игры. На руках у дрессировщика – детеныш ягуара. Он недавно родился в цирке, и именно у нас, в Нижнем Новгороде, в первый раз выйдет на манеж. За два с половиной часа, которые длится представление, зрители увидят более 85 видов животных. Сюжетная линия построена вокруг путешествия во сне, по разным городам и странам. Поэтому на манеже появится даже дикообраз. Это не просто демонстрация животных, это мини-спектакль, где и артисты, и наши животные – полноценные актеры. И, конечно, гвоздь представления – индийские слоны Ранга, Претти, Герда и малышка Марго. Ей всего семь лет. Слоненок приехал в цирк из китайского зоопарка и добавил озорства в выступлении тяжеловесов. До премьеры еще пять дней, и в ожидании выступления слоны, как настоящие звезды, принимают грязевые и солнечные ванны. Ксения Гладкова, Александр Коротин, Ангелина Демина, Вести Приволжье.